В дополнение к тому, что к месяцу Рамадан, все, наверное, ну стараются, по крайней мере, хочется в это верить, совершать намастаравих, потому что намастаравих совершается только в месяце Рамадан. И, наверное, многие сёстры посещают мечеть. И когда читаешь этику посещения мечети, там говорится о том, чтобы приходили, расчесавшись, умастившись благовониями, надев чистую, желательно белую одежду. Сёстры думают, наверное, что им тоже, чем больше духов, тем лучше, и чем ярче они оденут платок, чем больше на нём будет стразов, тем красивее ходить в мечеть. На самом деле это не так. И когда мы, если мы ходим в мечеть, посещаем мечети для совершения намаза таравих, нам желательно как можно менее заметными выходить, то есть оставить стразы дома. Вообще, что касается запахов, мы знаем, что посланник Аллаху, алейсаляту асаляму, сказал, женщина, которая вышла из дома, умастившись благовониями, чтобы это почувствовали другие мужчины, является грешницей. Очень хорошо, конечно, если у вас, как в Ленингенте, есть отдельная мечеть для женщин. Но обычно мы посещаем ту же мечеть, в которую посещают мужчины. И обычно, по крайней мере, услышав слова имама, если у вас домашний канал показывает, он сделал замечание женщинам по поводу того, что они там шумели на втором этаже. Всё равно, когда мы заходим в вечернее время на территорию мечети, мы там волем, хотим мы или не хотим, мы пересекаемся с мужчинами. Постарайтесь, дорогие сёстры, одеть такую одежду, шариатскую одежду, которая не описывает силуэт вашего тела, которая не блестит под светом ночных фонарей, не искрятся стразы, которые на вашем головном уборе находятся. Не делайте на себя духи, потому что в книге Алимов написано, что это крайне нежелательно, чтобы женщина наносила духи, и вот с этими духами заходила мечеть. Более того, есть хадис посланника Аллаха, где говорится, когда одна сподвижница проходила мимо пророка Алии Саляту Саляма, она была надушена, и ей сказали о том, чтобы она пошла, вернулась, смыла эти благовония, иначе Аллах не примет её молитву. Поэтому, дорогие сёстры, наряжаться, красоваться нам нужно дома, перед своей семьёй, перед своими супругами. Когда мы выходим из дома, максимально свободная одежда. Нету даргинского платья? Возьми у мамы, одень большой платок, чтобы со спины не видно было, молодая девушка идёт или взрослая. Один имам даже так сказал, ну, девушки, женщины, если девушка, женщина немного симпатичная, пусть она таравих дома делает. Ага, он знал, на что надавить. Кто из нас хоть немного себя симпатичной не считает? Теперь немного симпатичные, и немного симпатичные женщины-мусульманки очень симпатичные, очень красивые. И когда наши братья идут в мечеть для совершения намаза, вот этот их красивый внешний вид, вот этот платок, который развивается на ветру, аромат, который до них доносится, он отвлекает их от ибадата. Когда в мечеть человек приходит, ему нужно хранить молчание. Наши женщины не могут этого делать. К сожалению, они поздороваются, спросят, как дела. И от многих, и Маалм-Танеша тоже говорит, я, говорит, не хожу в мечеть, потому что знаю, что я там буду отвечать на салам, разговаривать с ними. Не говорить же не получается, поэтому дома собирайтесь, старайтесь с сёстрами, соседками, знакомыми собраться и дома сделать таравих намаз. Одна из подвижностей пророка, алей саляту асаляма, пришла, и она сказала, мне очень нравится совершать намаз за тобой в мечети. Посланник Аллаха, алей саляту асаляма, сказал, я знаю, что ты любишь читать намаз за мной, но твоя молитва в твоей комнате лучше, чем молитва, прочитанная в зале. Твоя, то есть в зале для молитвы. Твоя молитва дома в самой отдалённой комнате, да, лучше, чем молитва, прочитанная в передней комнате. После этого, говорит, эта женщина выделила место в самой отдалённой части своей комнаты, в самой такой дальней, где она читала намазы до самой смерти. То есть одного слова посланника Аллаха, алей саляту асаляма, было достаточно. В мечеть можно идти в каком случае? Если мы получаем знания, учимся читать Куран, то есть для знаний, для получения знаний. Посланник Аллаху, алейсаляту вассалям, сказал, не запрещайте женщинам посещать мечеть. Но вместе с тем, дорогие сёстры, в ночное время, если вы туда искренне ради с намерением, ради Аллаха, идёте только на таравих намаз, есть такие люди, которые не только на намаз приходят. Понимаете же? Какие-то взгляды ищут они, посмотреть на кого-то. Поэтому, чтобы мы не стали тем сказать, шайтан подступается к женщине, когда она выходит из дома, делает её красивее в глазах мужчин. Поэтому, чтобы мы не стали причиной смуты, чтобы мы не внесли какую-то смуту в сердце чужого мужчины, который вышел туда для Айбадата, лучше нам оставаться и дома со своими женщинами, с матерью и сестрой совершать намаз. Мы не думайте, что мы сейчас хотим отлучить вас от моей мечети, чтобы вы в мечеть не ходили. Это и алимы говорят, потому что в этом видят пользу. Они, наверное, у них и знаний больше. И, как сказать, случаев из практики для того, чтобы основываться на этих словах больше. Так же? Поэтому, если вы хотите, примите это наставление. Если не хотите, не принимайте. Ну, например, если ради вааза имама пойти, то на канале домашний я, по крайней мере, через телевизор могу в прямом эфире слушать имама. Я все его слова услышу. И таравих вместе со своей семьей делать. Ну, вот такое маленькое, как бы, наставление нашим женщинам. Просто в большей степени, наверное, от того, что они не умеют себя вести и не умеют правильно одеваться, когда они выходят из дома. Вот причина только для этого. И не знают, на самом деле, что это ошибка их. Их послан Николай А.С. сказал так. О, женщины! Лучшие из вас войдут в рай раньше, чем лучшие мужчины. И после того, как эти праведницы совершат полное омовение и украсятся, они выйдут на лучших конях встречать своих мужей, и на них будут драгоценности, и рядом с ними будет прислуга, и они будут как блистающие жемчужины. Как же нам добиться вот такого положения? Думаю, у каждой уже картинки, мечты, желания добиться удовольствия Всевышнего Аллаха. В рай стремятся не потому, что там хорошо, украшений много, или красивая пища, еда. Нет, согласитесь, цель наша какая? Илляхи анта максуди вариллахаматлюби. О, Аллах! Цель моя — это познание Тебя и довольство Твое. Если Всевышний Аллах доволен, то нет разницы, где нам пребывать. Но так как Всевышний Аллах сделал рай местом тех рабов, которым Он доволен, наша сестра, наша сестра Бабаева Алейла, работница отдела просвещения, она работает также в институте сельхозакадемии, работает она, в приемной комиссии, и она там очень большой работы проводит. Но любовь к исламу и любовь делать даават, призывать своих сестер, и прийти вот так послушать, посмотреть на ваши лица, и что-то от вас тоже полезное взять, потому что мы знаем, что не все возможно передать словами. Когда смотришь на лица правильных вот таких прекрасных девушек, что-то для себя новое открываешь, даже если вы ничего не говорите. Пусть этот мажорист будет вот таким, что мы что-то полезное и новое для себя откроем и станем ближе к Аллаху. Продолжение следует...